Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Slovat United. Меня зовут Эмиль. Мы продолжаем наше прохождение за безработного тренера, который сейчас работает на двух работах в Анжи и в молодежной сборной Бельгии. Итак, Анжи идет на четвертом месте в ПФЛ, в зону юг. Ну и мы видим, что 24 очка у Анжи, 28 у Краснодара 3. Но, как ни странно, Краснодар 3 почему-то может перейти, ну как показано, в ФНЛ. Хотя, на мой взгляд, это вообще неправильно. И Краснодар 3 никак не должен переходить в ФНЛ, если там есть Краснодар 2. И здесь вроде бы как связка этих команд показана, но тем не менее почему-то этого не происходит. И меня очень возмущает состав Краснодара 3, потому что там реально играют люди, которые не должны играть в ПФЛ. Они играют и всех, естественно, здесь побеждают. И я надеюсь, что Краснодар 3 не сможет добиться повышения ни в коем случае. Ну, единственная ситуация, при которой Краснодар 3 может подняться в ФНЛ, это вылет Краснодара 2 из, собственно, ФНЛ. Ах, вот оно что! Краснодар 2, оказывается, вылетел! И Краснодар 3 теперь может выйти в ФНЛ! О-о-о-о! Это очень плохо, ребята. И причем Краснодар 2 вылетел, чтобы их развести с Краснодаром 3 в дивизион Запад. То есть Краснодар 2 играет тоже в ПФЛ. Собственно, поэтому все эти Крицуки, они находятся в Краснодаре 3, потому что в Краснодаре 2 тут тоже свои люди. Там типа Жигулева, да, они находят... Катрича, представляете, они играют в Краснодаре 2. А в Краснодаре 3 играют вот как раз-таки Крицуки, молодые всякие, Холнозаровы, Кутовые. И это просто, конечно, дикий трэш. Что касается прошедших матчей, мы обыграли Майкопскую Дружбу со счетом 3-2 и Урожай со счетом 2-1. Но здесь не было каких-то супер-мега голов, но просто такие победы на зубах. Причем в матче с Урожаем у нас удалили Яхьяева и еле-еле мы дотянули там по игре было равенство. Еще чуть-чуть бы и я думаю, что Урожай мог бы сравнять. Но здесь, как, до удаления игра была в нашу пользу полностью. Но после удаления вот Урожай качнул свою, но не смог докачать. Сейчас играем с Биологом и с Ростовским СКА. Перед игрой с Биологом у нас сразу 3 футболиста дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек. Это Яхьяев, Погодин и Гайдаров. На их месте Смирнов, Керимов, ну и, соответственно, кто-то еще, Исаев, по-моему. Нет-нет-нет-нет-нет, Суханов, конечно же, вместо Ягьяева Суханов. Вот такой вот состав. Ну, я не знаю, как ребят себя проявят. Будем надеяться, что хорошо. Карасева я постепенно собираюсь подводить уже к основе. Я думаю, он появится на замене. Футбол Менеджер 2020 можно легко приобрести дешевле, чем в Стиме. Для этого переходите по ссылке под видео и не забывайте вводить промокод словат Юнайтед, который даст вам дополнительную скидку. Вот такой вот стадиончик в Новокубанске. Именно здесь сейчас развернется битва. Но Биолог не такая уж слабая команда, как можно было бы подумать по названию. Ну, действительно, где биология и где футбол? С другой стороны, здесь же трава натуральная, наверное. Биологи все-таки ее выращивали. Биологи в этом толк знают. Тем временем Смирнов делает перехват и очень неплохо бьет, но Федюшкин справляется. Заброс в штрафную. И здесь мяч подхватывает Исаев. Исаев проходит всю защиту. И ее дает на Шоню. Шоня возвращает на Исаева. Обратная передача! И какой момент был у Гоги Шоня. Сейчас просто исполни, пробей, забей. Но Шоня не справился. Шабичев подача еще одна. Но здесь не смогли додавить, допрессинговать. За исключением удара Смирнова и вот этой комбинации, которую завершал Шоня, никаких моментов не было. То есть довольно скучный первый тайм. Я и так много вырезаю, но здесь мне даже вырезать много не придется, потому что просто перемотка идет. Никаких опасных моментов. Меня, естественно, и близко не устраивает уровень футбола в вашем исполнении. Не получите вторую желтую карточку. Ну и вот я еще тоже выражу свое недовольство Смирновым и Керимовым, да и Сухановым тоже. Получили люди шанс? Должны его использовать. Вот Керимов уже не хочет его использовать. В атаке Биолог, ну, знаете как, вот мне это напоминает матч с Ирландией, где вроде бы как все было нормально, но потом раз одна атака соперника, и наша молодежная сборная Бельгия проиграла. Этот матч до сих пор в памяти держу, и сегодня мы тоже, кстати, за бельгийцев поиграем. У нас там очередной вызов. Первый матч будет с армянами. Я там, кстати, новую схему наигрываю. Ну, схему, которую вы знаете по Бубнов-менеджеру. Поэтому смотрим. Смирнов! Какой удар! И Роман Петров на добивание! Вот это целеустремленность форварда, друзья. Ставьте пальцы вверх, потому что Анжи сейчас просто постарались на славу. Смирнов. Удар дальний. И здесь уже, конечно, Федюшкин. Ну, если бы ты пробил Федюшкина, в Петров, я бы тебя просто нафиг выгнал бы из команды. Ну, ладно, повезло тебе, что ты пробил. Пробил так, как надо. Так, и нам нужны замены. Нам нужны замены. Смирнова может поменять только Петров. Петрова давай сюда. А в нападении мы выпустим Муртазалиева. Все замены, чтобы провести, чтобы игроки немножко отдыхали. Это тоже важно. Так, и вот Муртазалиев сразу же вынудил соперника сфалить. Каха, Калваши, Халваши. Нарушил правила и удален. Ну, расслабляться не надо. Каха, может быть, и удален. Но надо забить еще гол, и тогда уже можно будет как-то выдохнуть. Четыре минуты добавил судья. Голбатс Дибиров готовится выбросить. Петров. Голбатс Дибиров. Ну что, что, ты не мог обыграть нормально здесь по-человечески? Исаев. Передача не дошла. Шабичев. Шабичев на фланге хорош на своем. Карасев. На Исаева. Хорошо, хорошо. Держим, 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 держим. Не расслабляемся. Нужен удар хороший. Ну, Голбатс Дибиров сократил дистанцию. Подошел к сопернику вплотную и ударил. Интеллект игровой. Просто там суперкомпьютер. В голове, знаете, про некоторых игроков. Говорят, вот у этого суперкалькулятор там какой-то. Как можно было так сыграть? Непонятно. Но Петров сегодня забил один мяч. Сейчас пытался забить второй. Не вышло. Минута осталась до конца. Ну, все равно волнительно, да? Сейчас очень волнительный момент. Потому что соперник-то, хоть и в меньшинстве, но будет пытаться атаковать? Будет. И вот, смотрите, что происходит. Удаление. Суханова удалят? Нет, Суханова не удалили. Но момент-то опасный все равно и есть. И здесь молодец Богатырев. Поймал этот мяч. Ну и все, наверное, да? Да. Заслуженная победа. Но, опять же, с нервиком, я скажу так, что не стоит расслабляться перед следующей игрой. Итак, мы на третьем месте. До трех очков сокращается отставание от лидера. Это майкопская дружба, которая за счетом 5-0 разгромила легион Махачкала. А Махачкала, кстати, сыграл 2-2 с Краснодаром 3. И вот я немножко, конечно, не понимаю, как Краснодар 3 с таким составом умудряется вообще играть в ничью с Махачкалой. Это просто, ну, у меня там шарики за ролики заезжают. Кстати, я в прошлый раз сказал, что Махачкалу тренирует гаджи-гаджи. Да, действительно, меня поправили. Там тренер сейчас, ну, в этом сейве уже Александр Старожук, а он что-то вроде хозяина, директора клуба. Вот. Но у нас здесь Краснодар 3, вы видите, что творит. Ну, состав, блин, такой, что он может выигрывать каждый матч просто не напрягаясь. А на деле они проигрывают и теряют очки в матчах там с Махачкалой, например. Один с матчей без поражения идет Анжи. Это хорошо. И у нас очередной трансфер. Наш молодой перспективный Дювлет Мурадов ушел в Акрон. Акрон играет в дивизионе Урал-Волга. Ну, не знаю, почему он решил уйти, но не суть. Чувак имеет туркменское гражданство и, ну, как я понимаю, он считается у нас легионером, потому что у него нет даже российского второго гражданства. Ну, соответственно, я его ставить не мог, я проверял. Он не допускается до матчей. И, соответственно, ну, нахрена он мне нужен-то. И плюс завершение атаки 5 для нападающего. В мой класс нападающих он не вписывается. Поэтому, если за него предложили деньги, то ничего плохого в этом нет. Что-то хотели. А я действительно был расстроен после ухода Довлет Мурадов. Ну, признательно, что вы решили поговорить со мной. Чувствуете себя намного лучше. Блин, этот Гайдаров, он реально вроде бы проблемы и решает, но он после каждого трансфера начинает плакать. Это нормально. Тебе 23 года. Чувак, ты уже мужчина. Ты настоящий дагестанец. Как ты? Я не знаю. Просто. Вот, кстати, посмотрите, как Шамиль Аташев-то развивается. У меня в комментариях под прошлой серией спрашивали, а где Шамиль? Шамиль играет, но он выходит на замену. Видите, 5 выходов на замену. Оценка 6-6 пока не очень, но если Шамиль еще немножко прокачается, он, в принципе, может уже с Шоней на равных бороться за эту позицию. Сегодня нам предстоит матч против сборной Армении, и я как раз решил проверить, как в сборной Бельгии будет работать вот эта тактика. Мы ее знаем, как Оренбург читы. Ну, на самом деле, это не читы, это тактика, которую Александр Аюреди сделал, ну, она простенькая, сделал для своего Оренбурга в сетевой. То есть она, понятное дело, никакая не скаченная, не читерская. Вот. Но просто тактика с двумя нападающими, которая нужна будет на случай, если нам предстоит отыгрываться. Вот как в матче с Ирландией я извлек уроки из того поражения. Почему? Потому что, ну, у нас была тактика для контроля мяча, когда все складывается в нашу пользу, а тактики, когда нужно экстренно отыгрываться, не было. И вот сейчас на сборной Армении мы протестируем как раз-таки такой вариант. Ничего себе, тем временем Анжи пригласили Юрия Никифорова, это без меня все происходило. Юрия Никифорова взяли ассистентом менеджера молодежку Анжи, при том, что человек работал ассистентом менеджера в московском Динамо в свое время. То есть это, это, конечно, я не знаю, как он согласился-то на 140 евро в неделю, он, наверное, таких денег не получал никогда в жизни, вот, и причем, смотрите, Михаила Мысина они отправили на тренерский курс. Молодцы, меня не отправляют, я прошу, я говорю, отправьте меня на тренерские курсы. Мне сказали, у нас нет денег, а для Михаила Мысина у вас деньги есть, да? То есть денег еще меньше, чем когда я просил, я просил там было 144 тысячи евро на балансе, они мне говорят, нет денег, нет, что ты, ну, как, как? Ну что, сборная Армении, Петросяну в нападении, я надеюсь, что не сильно будет смешно в этом матче, ну, потому что будет реально смешно, если Петросян нам забьет, и мы проиграем, но тактика, тактика у нас достаточно должна быть хорошая, должна работать, должна нас спасти сегодня, и я надеюсь, что в роли Петросянов в этом матче мы не будем. Особенно тяжело в дождик Мангаля, потому что, ну, Мангал кто в дождь ставит, видите, он даже поворотом попасть не может. Несмотря на то, что в полузащите у нас два человека, работаем пока достаточно неплохо с мячом, то есть контроль есть, ну и подключение Де Йонжа, я на него рассчитываю мощнейший удар Эмерса и вратарь сборной Армении, там стоит, кстати, Назаритян, это не он играл в первом матче, в первом матче там тоже вратарь тащил. Так, Петросяна останавливает Бушери, но со второй попытки то вроде бы прям точно шлагбаум поставил. Угловой. Эрс Харен, подача. Иии, штанга, да что ж ты будешь делать? Момент отличный, но нереализованный. Эмерс играет на Бушери. Так, подача есть, и что это? Это не гол? Бушери. Сетка аж качнул, это видать так мощно в перекладину мяч ударился. Ну капец, сколько же, сколько же уже шансов-то? И все мы не можем забить. Я не знаю, почему у сборной Бельгии, такой мастеровитой сборной, есть проблемы настолько катастрофические с завершением атаки. Ну просто попасть поворотом. В чем сложность? В матче со сборной Армении, где уровень сопротивления, ну в общем, они дают играть, дают бить поворотом. Да и он же подача, и наконец-то Микки на... Ну я не знаю, Майк, он наверное не Майк, все-таки судя по фамилии, это Ндаюшимия. Как человек вообще живет с такой фамилией? Не знаю, как его к доске вызывали в школе? Наверное, называли просто Майком. Не знаю, Майк он или Микки. Может быть он и Микки, с учетом его фамилии. А может Майк? Ну, может, назвать его буду просто Майк. Это проще. Тем временем ирландцы забили хорватам. Да, это не очень хорошо, на самом-то деле. По мне так там лучше... 3-0 уже хорваты летят ирландцам? 3-0, вы шутите? Вы, блин, шутите? Что там происходит с этими ирландцами? Мы с ними играли, и ничего они крутого не показали. Как они 3 забили хорватам? Объясните мне, пожалуйста. И мы опускаемся на второе место, кстати. То есть нам надо крупно победить. А потом еще у нас игра с хорватами будет. Что же хорваты-то такие плюшевые? Когда надо, чтобы они побеждали, они проигрывают. А когда не надо, они играют ничью, упираются. И как не знаю кто там... Жилы рвут, в общем. Слушайте, ну это будет сенсация. Если мы сейчас... Если мы сейчас... Не выйдем, это будет реально сенсация. Потому что мы проиграли ирландцам во втором матче. Вот это вот глупейшее поражение, да? И сейчас уже от нас мало что зависит. Ну да, мы можем победить. Но я-то рассчитывал на то, что хорваты-то уж обыграют этих ирландцев. Ну нет. 0-3. Какой позор. Дождик закончился во втором тайме. Верим, что Мангаля сейчас свой мангал зажжет. Но нет, все равно не получается. Хорваты, кстати, 2-3 смогли там вернуться в игру. Я надеюсь на вас. Хорваты, вот в этом матче я на вас надеюсь. В следующей игре просритесь как только можете. Но в этом матче просто соберитесь и хотя бы ничейку у ирландцев вырвите. Чтобы не было такого, как сейчас. Потому что там реально бред. Салемакерс, идет вперед. Мангаля помогает. Да и он же. Ну куда, куда, куда ты так? Так, ладно, нормально. Салемакерс, Мангаля. Есть вариант впереди. Ну куда Мангаля ты играешь? Ты не видишь партнеров, что ли, своих уже? Дым пошел, что ли, из Мангала. Заслоняет тебе взор. Ферсхарен, подача. Ииии. Блин, ну Майк, конечно, гигант. Майк, конечно, гигант. Но мы давайте на его родную позицию его сейчас еще поставим. У нас есть Берточини и у нас есть Масуди. Ну, наверное, мы и Берточини выпустим. Сейчас с аппендой их местами еще поменяем. Ну, чтобы лучше игра шла. А гол был, конечно, породистый. Ферсхарен навесил. Вот так вот с правой ноги. Индая Шимия. Майк, как мы договорились, забивает. Не идет сегодня игра у Орла Мангаля. Я заменил его на Кана. Кана умеет играть и показывать хороший футбол. Поэтому вышел он. В прошлом матче с Кана ничего... Без Кана мы ничего не смогли сделать с Ирландией. Поэтому я думаю, что Кана будет играть в матче против... Хорватов. И мы, скорее всего, по нашей обычной тактике начнем. Если что, перестроимся на Оренбургскую. Ну, Майк, конечно, Майк, конечно, тащит. Просто лучший игрок пока в этом матче против сборной Армении. К сожалению, не знаем мы, чего там у ирландцев с хорватами. Сумеют ли хорваты сравнять? Вот в чем вопрос. Заканчивается у нас игра. Ну, в раздевалке я скажу, конечно, что... Отлично сыграли. Не впадайте в самоуверенность. Не знаю, чего они обескуражились. Против Армении так играть это... Ну, мало забили. Надо было больше забивать. Ну, и, конечно же, конечно же, конечно же, плюшевые хорваты. Имея полное преимущество, проиграли 2-3. Как? Как ирландцы это делают? Ну, и у нас Шамиль Аташев решил возмутиться. Но сейчас Гайдаров с ним пообщался и Аташев успокоился. Тем временем наш Анжи готовится сыграть против СКА Ростова. Опять половина состава дисквалифицированы. Суханов, Вагабов и Шабичев. Ну, представляете, без Шабичева играть это уже как-то тяжело, сложно и непривычно. И кто у нас из веков один может сыграть на этом флаге? Ну, есть еще Газима Гомедов, конечно, на скамейке. Но Газима Гомедова надо как раз-таки, наверное, на эту скамейку самую сейчас и посадить. Чтобы в случае чего он смог выйти и подстраховать. Как раз выйдет, если что, на поле вместо Извекова. А так Погодин и на том фланге сыграть не сможет. Поэтому... Ну, правда, есть Смирнов. А нет, Смирнов тоже не может. Ну, ладно. Угловой. Сразу же зарабатывают Анжи. Ехьяев не смог обработать мяч. Магомед Набим. Ну, и вот еще одна попытка. Снова тот же розыгрыш. Ехьяев, ну, пробил прямо во вратаря. Нет, в дальний угол, да. И там уже никто не выручил. И еще один угловой. Три корнера пенальти, говорят. Ехьяев. И Погодин пробил прямо в голкипера. Да я не знаю, что же они бьют-то все время во вратарей. Ну, пробей ты немножко в угол. И все, никто не выручит уже. И как же здесь... Как же здесь Гусейн Гаджиев на добивании? Это просто провалище. Ну, по количеству загубленных моментов, это реально провал за провалом. Шоня прорывается. Сам же подхватывает потерянный мяч. Погодин. Странная погода, кстати. Вроде солнышко, и вместе с тем дождь идет. Для Погодина я не знаю, как такое. Но вот Орель Мангаля бы крылышки подмочил. Погодин! Ой, как не забил-то Погодин. Удар заблокировали. И Голбацдибиров непонятно на кого навесил. Исаев. В центре поля идет наш хавбек. И Звеков пробил. Опять по центру ворот. Да что же с вами не так-то? Ну, пробейте вы хоть раз в уголочек. Ехьяев. Погодин! Опять по центру ворот! Что же у вас там магнит, что ли, стоит какой-то? Пфу! 17-0 по ударам. 8-0 по ударам. Створ 68 на 32 по владению. И каким-то странным образом мы не впереди. Я недоволен тем, что я вижу. Потому что это просто какой-то кошмар. Особенно по части завершения атаки. Столько моментов создается. И ни один не забивается. Но так же не бывает. Мы же в футбол играем. А не в вышибалы. Зачем вы пытаетесь попасть во вратаря? Ну попади же! Что? Что? Что там за Нойер стоит? Какой нахер Скрипник? Кто это такой? Я хочу посмотреть на показатели этого Ивана Скрипника. Что это за зверь? Как он отбил это? Как он это достал? Это из угла! Иван Скрипник. Мне просто вот уже интересно. Жалко редактора. Нет. Я бы сейчас взглянул бы на показатели этого товарища. Потому что... Ну здесь удар был в угол, да? И он его отбил. Он достал, допрыгнул. Как можно на такой удар среагировать? Я не знаю. Это Дехея, Нойер там в лучшие годы не среагирует. А блин Скрипник из СК Ростова. Вот он среагировал, да? Там был отличный удар. Неберущийся удар. И его взять, ну... Нереально было. Скрипник его взял. Представляете? Из СК Ростова. Ну меня бомбит. Вот от таких моментов у меня бомбит. Я не знаю, что это за Скрипник. Но это вряд ли вратарь сильнее, чем кандидаты в сборную России. Да? Он бы вызывался в сборную, если бы у него были скиллы лучше. И не играл бы в ростовском СК. А здесь, блин, просто титан. Просто титан какой-то в воротах стоит. Непробиваемый. Но! Это удар-то в него, конечно, так он... Да он берет вообще любые удары. В него, не в него. Мы уже убедились в этом. Ихьяеву за что оценка 7-0? За то, что он бьет все время в Скрипника? Кто ему оценки Скрипник ставит за такие удары? Ихьяев. Ну что ты делаешь? Ну прострели хоть раз. Зачем бить-то? С этой позиции. Ладно. Делаем замены. Шамиль Аташев. Вперед. Хотел играть? Сейчас будешь играть. И не дай бог обосрешься. Карасев вместо Исаева. Так. Смирнов вместо Погодина. Сразу три замены. Нам нужны все новые лица. Старые лица забить не могут. Значит, пусть забивают новые. Опасный момент. Ну, тут надо уже... Ну, Скрипник тащить, да. Ну, этот удар был не такой сложный, конечно. То, что его Скрипник потащил. И оценка у него 6,7. Вопрос к уважаемым разработчикам футбольного менеджера. Как у вас должен играть вратарь, если он сделал 14 сейвов? Два таких хороших прямо сейва. И у него оценка 6,7. Какого хера у какого-то... А, Федорова из защиты, которая позволяет бить там по всем... Со всех позиций, по воротам. У него оценка 7,3 за что-то. А у вратаря, который реально тащит, оценка маленькая. Да, давайте еще не забьем. Давайте еще пропустим. Точно. Давайте еще пропустим. У них, кстати, есть свой Богатырев. Повезло, что мы еще не пропустили. Но вот это такой типичный FM-ный матч, где нет никакой логики. Ни в оценках, ни в игре. Ну, вот Иван Скрипник, да, но он же тащил. Вы согласны со мной, что он тащил? Согласны. Я думаю, в комментариях все напишут. Скрипник тащил. Оценка 6,7. Где логика? Как выставляется оценка вратарям в FM? Я хочу узнать от этого. Уже много лет. Иногда я вижу, что там ноль сейвов делает вратарь. Его команда побеждает в сухую. И у вратаря оценка 7,5. Я думаю, блин, за что? За то, что он мячик от ворот выносит хорошо? Что для вратаря первичнее? А отбивать, как это делал Скрипник в этом матче? Или, блин, выбивать от ворот? Но вот в этой ситуации, как можно Скрипнику поставить 6,7? Это однозначно лучший игрок СКА Ростова был в этом матче. Лучший. Ему ставят 6,7. Ну, Майкопская дружба сыграла в ничью. Краснодар 3 не играл. Так что у нас статус-кво остается. Часы тренировок не прошли даром. И Гоги Шоня умеет прокинуть мяч мимо соперника. Когда точно уверен, что выиграет у него забег на скорость. Ну, Гоги, я могу с тебя только порадоваться. Он сумеет прокинуть мяч мимо соперника и опрокинуть пару рюмок за успешную прокидку мяча. Тем временем, самок предлагает свои услуги. То есть нам предлагаются услуги самок. Я думаю, что мои игроки, не забив ни одного гола ворота ростовского СКА, услуги самок пока не заслужили. Ну что, сборная Бельгии готовится сыграть с хорватами. Но такой состав я решил выставить. Не знаю, пожалею об этом или нет. Итак, момент истины для сборной Бельгии. Надо побеждать обязательно, потому что у ирландцев слабый соперник по-любому. Там какой-нибудь Лихтенштейн у них сейчас будет. И они этот Лихтенштейн натянут со счетом 6-0. Я вот этому ни разу не удивлюсь. А у нас, конечно же, Хорватия. У нас, конечно же, надо в последнем туре рвать задницу. И все вообще, что только можно рвать. На Дейшиме, на Дейонжа. Дейонж, Дейшиме, Эмерс, Кана. Ну, разыгрываем здорово, но попасть по воротам. Ну, что ж ты будешь делать? Дейонж, Апенда. Апенда на фланге. Че ж ты не в центре нападения-то, Лоис? Ты нам нужен там. Ох, Апенда. Пробил, но хорваты накрывают пока все удары. Не доводят дело до своего вратаря. Ирландцы, конечно же, играют с Лихтенштейном. И они уже забили Лихтенштейну. Представляете, как вот все в Эфеме складно-то работает, да? Уже 2-0 Ирландия Лихтенштейна. То есть нам надо побеждать крупно. Не просто побеждать. Мы забили. Тибо Ферлинден 1-0. Но нам надо побеждать крупнее, чем Ирландия победит Лихтенштейн. Вы понимаете? И эта Ирландия по игре просралась в матче с хорватами. Эта Ирландия просралась по игре в матче с нами. Но она у них у всех выиграла. Вот вам странная логика. Ферлинден. Подача углового. Оннана успевает. Ферлинден. Кана. Оннана. Бушери. Оннана. Хороший пас. Ферлинден удар. Ну, прям во вратаря. Кто тебя учил бить? Это наши извековые, что ли, с погодинами? Ферлинден подача. Удар. Гол. Себастьян Борно. 2-0. 2-0. Ну, нет. Бельгия старается. Вот в этом матче я вижу, что прям парни настроились. Но проблема-то в том, что Лихтенштейн может влететь там со счетом в 6-0. И мы ничего не сделаем с этим. Хорватия подает угловой. Здесь ребята справляются. Но еще один момент. Так, ладно. 2-0. После первого тайма у нас 2-0. А у Люксембурга... Тьфу ты, у Люксембурга. У Лихтенштейна с Ирландией там, наверное, уже счета какие-то космические. Ирландия. Лихтенштейн. 3-0. Конечно. 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 Как нам надо играть-то? Мы хорватов обыгрываем. Но, тем не менее, не факт, что еще выйдем куда-то. Потому что... Потому что Лихтенштейн. Могучий Лихтенштейн стоит на пути ирландцев. Ай, не знаю. Так, Иванушек опасно пробил. Но хорошо. Его удар наш вратарь вытянул. Ирландия Лихтенштейн. 4-0. 4-0. Вот что с этим делать, ребят? И мы опускаемся на второе место. Потому что сраный Лихтенштейн ничего не может поделать с Ирландией. Я делаю замены. Но мне надо забивать сейчас. Как ни странно. Обыгрываем хорватов. 2-0. Но нам этого недостаточно. Нам надо их обыгрывать крупнее. Но сраный Лихтенштейн же там не может забить гол. И это просто смех. Это просто смех. Реально. Ну давайте. Ферлинда. Подача. Но! Да как? У меня истерика сейчас будет. Хорватов. Но! Могучая сборная Ирландии прошла дальше. Потому что она один мячик больше забила. Вот вам пожалуйста. И они проиграли нам в одном из матчей. Во втором матче. Но мы им забили больше. Мы должны были проходить по нормальным правилам. Ну блин. Ну я не знаю. Мы Лихтенштейн 4-0 обыграли. И 5-0. Они обыграли 5-0. И 2-0. Но они больше чуть-чуть забили там грекам. Я не понимаю как хорваты могли им просрать. Вот честно не понимаю. Как хорваты могли просрать этим ирландцам. Как мы могли. Ну ладно. Мы в одном матче их хотя бы дернули. Ну хорваты-то по игре их там вообще сделали. Ну прошла Ирландия. Представляете. При том что мы всего один раз проиграли этой Ирландии. Но! 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 Оказывается это еще не конец. Мы квалифицировались в плей-офф. То есть у нас еще пройдет какой-то плей-офф. Для сборной Бельгии. Вот что интересно. То есть мы еще можем поучаствовать в розыгрыше. Итак плей-офф. Ну знаете. Есть такой закон подлости. Что тебе достается всегда самая плохая команда. В таком случае. Это Голландия. Вот 100 пудов Бельгия-Голландия будет. Так. А Сербия-Голландия. Нормально. Уэльс-Австрия и Бельгия-Польша. Ну Бельгия-Польша. Ну Польша тоже стронг на самом деле. Там есть наверное какие-то гении. Но в любом случае. Это не так уж плохо. Не так уж страшно. Будем играть со сборной Польши 13 ноября. Так что. Вот такие приключения у нас со сборной Бельгии. Ну конечно группа. Пипец как несправедливо все сложилось. Пипец какие отскочники ирландцы. Я хочу. Выйти. На это Евро. И ирландцев там отметелить. Просто по страшному. Потому что. Вот эту команду я просто возненавидел. Потому что они отскакивают в каждой игре. И причем отскакивают. Я не знаю. С Лихтенштейном я не удивлюсь. Если они отскочили. Сейчас мы посмотрим кстати. Ну нет. 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 С Лихтенштейном. С Лихтенштейном они показали себя. Победители Лихтенштейна. Просто. Пора поклониться этой великой сборной. Кэссиди. Лучший бомбардир. Мастер. Имеет контракт. А. Уотфорд. Ребята. Ну все. Понятно. Уотфорде играет чувак. Разработчик футбольного менеджера. Болельщик Уотфорда. И он подкручивает скиллы игрокам Уотфорда. Это все знают. Поэтому. Ну не удивляемся. Что там наверное потенциал у этого Райана Кэссиди. 200. Новый месси ирландский какой-нибудь. И он забивает. Король Лихтенштейнов. Все такое. Ну я не знаю. Можете воспринимать это как шутку. Но блин. Мне очень обидно сейчас. Очень обидно. Сейчас пойду плакать. Расстраиваться. Вот. Надеюсь что. Несмотря на. Такое выступление. Вам это видео понравилось. Вы поставите ему пальцы вверх. Подпишитесь на канал. Ну и. Будете ждать новых серий. Они будут. И возможно как раз таки. Вот. Квалификация бельгийская у нас. Будет как раз во время новых серий. Поэтому не пропустите. Не пропустите. Всего вам самого доброго. Удачи. И пока-пока-пока. Пока.